В Есентуках построят ясли сад на 220 мест. Новое дошкольное учреждение возведут на улице Ермолова. Это первый проект, где организуют группу младенческого возраста. Двухэтажный детский сад возведут в рамках нацпроекта «Демография». В здании оборудуют бассейн, живой уголок, навес для хранения колясок и санок. В Министерстве строительства края отметили, что объем финансирования объекта более 220 миллионов рублей. На Ставрополе пересчитают животных в фермерских хозяйствах. Это нужно, чтобы поддержка из краевого бюджета была эффективнее. Какие именно требуются точнения и как их лучше получить, обсудили в Министерстве сельского хозяйства региона. Речь идет не о переписи по головам, а об учете аграрной продукции мяса, молока или ии. Сейчас практически половина фермеров края получает поддержку, например, в виде грантов или субсидий. Уточненная статистика поможет определиться, какие вложения наиболее востребованные приносят самую большую пользу краевой экономике. Кисловодск занял второе место в рейтинге городов для активного отдыха зимой. Такие данные приводит популярный российский сервис бронирования жилья. ТОП составили на основе заявок туристов. Самый солнечный город Ставрополье уступил пальму первенства только кемеровскому курорту Шерегеш. Стоит отметить, проживание в Кисловодске обойдется примерно в 2500 рублей в сутки. А в туристической зоне Кузбасса цена за один день проживания равна 12 тысячам рублей. Каток в центре Ставрополя будет работать без выходных. Официально он откроется на площади Ленина 13 декабря. Час катания обойдется горожанам от 150 до 200 рублей. Дети до 14 лет могут посещать новое место отдыха бесплатно с 10 утра до 11 вечера. А по пятницам после 22 часов предусмотрены вечерние программы. Отметим, что дополнительно нужно будет арендовать коньки и защиту по 50 рублей за комплект. Пятигорский боксер Давид Аванесян защитил звание чемпиона Европы. Бой за титул в полусреднем весе проходил в Барселоне. Российский спортсмен нокаутировал испанца Хосе Дель Рио в первом раунде. Теперь в послужном списке спортсмена 26 побед, из них 14 с нокаутом. До этого Давид отобрал титул чемпиона Европы у испанца Кермина Лихораги. А после там же победил его в матче реванша.